Казачество Для этого каждого десятого мальчика, у которого задатки есть, когда ему исполнилось 7 лет, забирали, из него готовили профессиональные войны. Это происходило многие тысячи лет. И где-то в возрасте 35 лет они выходили в отставку, кто конечно выживал, естественно, не все же выживали. После чего они обзаводились семьями. Основная база Славяно-Норийской империи Казачьего, это был Казачистан, это юг Сибири, где огромные степи, где действительно, когда на лошадях можно было, после катастрофы на лошадях, все было такое действие. И вот там были огромные просторы для того, чтобы можно было выпасать лошадей и так далее. И там была основная ставка военных сил Славянской империи. Все эти мальчики отбирались, обучались, из них потом отбирались в зависимости от талантов. Кто проявлял больше талантов, сначала становился варягом, это высшая каста обычных воинов. А те, кто обладал паранормальными свойствами, они со временем превратили в статус витязей. И вот несколько витязей могли действительно уничтожить целую армию врагов. Почему? Потому что чем отличается витязь от просто варяга даже или просто казака, который просил сирен и так далее. Вы понятие оголтелые слышали, да? А знаете, откуда это пошло, понятие? Кто знает? Так вы слышали уже. Нечестно. Так вот, оголтелые возникло понятие, это наши предки. То сейчас смысл совсем другой вложили. А раньше, вот когда наши воины были окружены превосходящим числом противника, то тогда они снимали себе все доспехи, обнажались по поясу и вводили в себя состояние, например, транса боевого. Почему? В этом боевом трансе они сжигали за несколько часов битвы 10-15 лет своей жизни. Потому что они использовали только свои собственные ресурсы. Вот они, почему снимали брони? Потому что в таком состоянии броня не нужна, потому что кожа становится неуязвимой. И только лишний вес, все это сказать. Правда, кого-то хватало на полчаса битвы, кого-то на час хватало битвы, кого-то на два, зависит от внутреннего понцала. Но это давало шанс победить. И очень часто враги, видя, что наши предки, воины, ходили в состояние, снимали доспехи, обнажались по пояс, и шли в битву, так сказать, только с оружием в руках, они разбегались, как тараканы. Потому что даже тот, кто бился, допустим, полчаса, уносил с собой не менее сотни врагов. Но из-за того, что они из пояс зажигали свой потонок, потому что у них не было возможности восстанавливать, они погибали. Поэтому это применялось только в критических ситуациях. И даже сейчас казачий спас обучает тому же самому. Но при этом человек начинает ходить в состоянии, обученный так, что он становится двигаться так быстро, что люди его даже не замечают. То есть движение быстрее, чем 24 кадра в секунду. Представьте себе. И даже простой удар ладони отбрасывает человека на несколько метров в сторону. А если ткнуть пальцем, то смерть. А если оружием, то полностью. А витязи, владеющие, как говорится, паранаврами, то есть когда они могли не только сжигать свой собственный потенциал, но и восстанавливать его, ну, конечно, тоже были разные категории, уровни, могли, это, в состоянии, находиться непрерывно. То есть они могли просто идти, вот несколько человек выходят и идут на войско врага. Сто тысяч примерно. Десять человек могли разуметь сто тысяч войска. Между прочим, реально. Они просто проходили, вот как нож сквозь масло через армию. Туда, сюда. И вот там, где проходили полосы врагов положены. Туда, сюда, как утюг, знаете, или как танком. И когда это происходило, после этого разбегали в сторону. Но проблема в том, что, почему и витязи били. Вот кто последнюю главу немножко читал, так? Там я расписывал, что в большинстве случаев, те же самые витязи, владеющие даже таким методом, они не понимали действительно, что они делают, а просто природный имеющий потенциал, просто произносили стволенное заклинание. И введя себе такое состояние заклинания, они становились неизимыми для оружия врагов, а их оружие становилось смертоносом для всех врагов. Но, в силу того, что это было не из-за понимания, а просто типа, ну, произнести слова, нужные и включиться и так далее. Вот я приводил пример, когда ко мне Юрий Васильевич Сергеев пришел, и он такой радостный был, там он встречался с одним мастером старых русских стилей, борьбы с казачьей Спаса, и он говорит, вот, вы не представляете, он, допустим, ходит в состояние скалы, его помощники берут доску деревянную, такую толстую, бьют доской его грудь, доска в щеп, а ему хоть бы хны. И он мне научил и тому подобное, и вот взял и при мне, он произнес заклинание, которое он делал. И я тоже, когда он мне научил, люди подходили, били по моей груди кулаками, а звон как стоял в пусковой бочке, я даже ничего не чувствовал. Так вот, я просто для себя, кто не слышал, повторю, просто взял, потому что коснулся какого-то пальчиком, и все исчезло. Почему? Потому что пока он произносил, я видел, что происходило, и для меня не составляло никакого труда все это убрать. Поэтому мы придумали, те, кто понимал, знал, придумали, что вот они приедут, какое-то веселье, поселение наших предков, просто тестируют людей и выявляют через них тех, кто имеет природные задатки, больше или меньше природные задатки. Но природные задатки – это только задатки, не более того. Для того, чтобы они стали творцами, то есть вышли на умное творение, это у каждого можно занять какого-то 50 лет, какого-то 40, какого-то 10 лет, ну это у каждого свое. И естественно, что им невозможно было это пройти, потому что не было, ситуация так была другая. И что придумали? Вот у кого есть такие задатки, просто им нужно просто запомнить определенные словосчитания, которые даже часто смысла не имели, потому что важно было не смысл, а каждое слово влияло на процессы, так или иначе. И вот составляли заклинания, и человек, имеющий задатки, эти заклинания произносил, входя в состояние транса, произносил эти слова, и они оказывали действие. И человек совершенно не понимал, что и как происходит, он только видел результат действия, что стоит произойти такое заклинание, получит такой эффект. Поэтому мне приходилось наблюдать вот такие явления, когда один мой знакомый, писатель Сергеев, его научили заклинанию «Хождение в состоянии скалы», ну и демонстрировал на семинаре, это если кто помнит, только по-другому, потому что я не запоминал слова, но он начал произносить слова, заклинания. Он говорит, вы знаете, вот когда я в «Хождение в состоянии», моя грудь превращается как барабанка, стучишь пока по бочке, и ни боли, ничего не чувствуешь, и так далее, и так далее. Но пока он произносил слова, я просто наблюдал, какие потоки идут через него, то есть чтобы его вести в это состояние. Потом я это снял у него элементарно, потому что я уже знал, как было сделано, без воли, достаточно было мне коснуться, чтобы снять с него все состояния. И потом уже, вот когда был у меня семинар, вот, мои семинары в марте 9-го года были, 10-го года был, вот, тогда я это показывал, что уже, ребят, просто настройтесь, вот раз ввел, раз ввел, раз ввел, вы же без слов, запомните состояние, и потом вы сами можете, вот это ввел, запомнил ощущение, ага, вывел, запомнишь, вывел, да, запомнят. И потом многие ребята, которые были задатками, между прочим, не любого там можно вести, а именно имеющие предложения к этому, выходили на сцену, когда они, вот, запомнив состояние, опять, без понимания, что происходит, но уже слов не нужно, они вводили себя в состояние скалы, и выводили легко. И действительно, введя в состояние скалы, удары и даже оружием, по нему бы ничего не сделали бы. Так что, вот, но самое важное, это тоже лучше, конечно, на ощущение такое восприятие, но все равно правильно было, чтобы было понимание, как, что происходит при том, когда возникнет это состояние. Вот когда человек понимает это, тогда он становится творцом, то есть он творит, он управляет процессом, а не просто исполняет что-то. И поэтому, когда наши, почему наши витязи, вы, в конечном итоге, проиграли? Потому что враги, паразиты, они тоже не дураки, не нужно считать, что социальные паразиты полны идиоты, полны бесы, иначе они не добились того, что не добились, между прочим. Так вот, они в этом отношении, тут не нужно особо даже потенциала, чтобы взять это, блокировать. Они просто блокировали возможность этого делать. А когда человек не понимает, что происходит на самом деле, я просто повторил, и оно получалось. И, к примеру, человек привык, что всегда получается, да? Произносит, и ничего не получается. И все, любая стрела его убивает. Вот и все. И перебили очень быстро таких витязей, которые действительно владели. А те, кто, конечно, сжигает своего потенциала, их перебить-то можно, но все равно это не тот уровень. Так вот, казаки, это потом стали называть казаками, и так далее, до времен Екатерины II не были женаты, они все были холостые. И только когда, после того, как Екатерины II удалось победить Великую Тарталью Славянской империи, ну, помните, мы говорили, в 1772-1775 год, то, что под восстанием Пугачева проходит в нашей истории с вами, в кавычках, школьной, имеется в виду, то после того, как она одержала победу, тех, кого не вырезали из казаков, она специально оженила, посадила на землю. Для чего? Для того, что если казак что-то дернется, у него есть заложники, жена и дети. А до этого войны были независимы, некому было вырезать, некому было, нельзя было давить. Армия была, подчинялась своему военачальнику, который выбирался, и так далее, и так далее, и поэтому, так сказать, была, не подчинялась проходимцам. А когда любой проходим, захвативший власть, он может прийти вырезать женщин и детей, то это уже инструмент давления, шантажа. Так что, вот из двух словах истории казачества. Следующий вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok